Если вас интересуют игровые ролики с уклоном в военную тематику, то рекомендую канал Alex Not. Автор занимается гайдами, геймплейными роликами и тактиками прохождения такой игры, как «В тылу врага». А в дальнейшем ожидаются и видео по исторической тематике. Поддержим автора подпиской на канал, ссылка находится в описании к ролику. Из последнего ящика мне выпадает маленький Арни. Эмм, это что-то типа обезьянки, я так понимаю? Привет, маленький Арни! Осталось три открытия ящика. Опа-на! Вундерваффе Дага 2, ну наконец-то оно мне выпало. Слушай, синанумы мы с тобой не виделись, родная моя. Приветствую вас, друзья. Была когда-то в мультиплеере второго Блэк Опса такая потрясающая карта, как Хайджек. На своей памяти я не знал ни одного человека, который не любил бы и хейтил данную карту. И, естественно, эта карта является и для меня самой лучшей по сей день вообще, наверное, во всей серии Call of Duty, если считать именно мультиплееры. И давай сразу купим реаниматор. Добро пожаловать на выживание на гигантской яхте на карте Хайджек в Call of Duty Black Ops 3, опять же. В общем, да, сделали тут мододелы где-то пару лет назад ремейк вот этой самой карты из второго Блэк Опса, на которую мы сегодня с вами посмотрим, повыживаем. Там, естественно, карта на прохождение. Опять же, нужно будет накопить, насколько я помню, 50 тысяч поинтов. Блин, да что ж такое? Для того, чтобы выжить. И, на самом деле, на этой карте действительно есть на что посмотреть, поэтому заранее благодарю вас за ваши пальцы вверх. Не забывайте их ставить. И давайте попробуем для разнообразия набрать на этой серии 2500 пальцев вверх. Я думаю, для нас это будет несложно. Итак, в общем, мы с вами на палубе оказываемся. И давайте начнем тогда с мотор-карты по порядку. Давайте начнем с кают. Итак, а, 1250 стоит. Многовато, придется покопить маленько. Если поговорить вкратце о том, что на этой карте происходит, то здесь нету лимита на перки. Вы знаете, как я это люблю. Перков всего здесь 10. Естественно, улучшайзер. Ключ карты здесь присутствует. Концовка, как я уже сказал. И много кастомного оружия из второго Блэк Опса. Поэтому карта скачена уже со множеством патчей, которые здесь произошли, прошли. И, конечно же, ссылку на карту я оставлю в описании к этому ролику. Кстати, вверху слева теперь показываются, сколько зомби осталось до конца раунда. И, естественно, система хит-маркеров. Я думаю, ее сложно было не заметить здесь. Так, ладно. В общем, накопили мы 1250. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Интерьерчик, конечно, соблаговолит. На телевизорах показывается логотип Куалис Сенс. Я не помню, это из второго Блэк Опса или нет. Так, здесь у нас находится... Ой-ой! Это что еще такое? Это система телепортов. Да, я смотрел на нее в каких-то там роликах довольно старенькие, когда эта карта еще была в Альфе или в Бете, так скажем. Так, нажмите F, чтобы подобрать ключ-карту. Хорошо, ключ-карту мы нашли быстро. Здесь же деталь какая-то находится. Это мы уже потом посмотрим. И, по-моему, все. Только улучшайзер здесь. Так, нужно включить электричество. Окей. Наверх залезть... Нет, наверх залезть нельзя. В общем, да, система телепортов присутствует на карте. То есть мы можем перемещаться на вот этот вот Титаник. Еще одна часть корабля. Давайте вернемся обратно. Я думаю, они не должны нас перекидывать. Да, мы должны уже появиться прямо здесь. И теперь, получается, этой ключ-карты можно открыть некую дверь. Одну, наверное, единственную, которая тут будет. Но на нее я посмотрю уже потом. Мгновенная смерть. Так, патроны у меня кончились. Поэтому нужно для начала обзавестись оружием и найти, где здесь включается питание. В общем, ладно, корабль мы с вами более-менее глянули уже с одной стороны. Пошла пора взглянуть на другую сторону. Только вот, да, 1250 стоит расчистить завал. Спасибо, кстати, игре за то, что дала мне бонус инстакилла. Когда он мне уже не был нужен. Единственное, что у меня осталось, это эти несчастные гранаты. До свидания. И теперь мы можем открыть дверь далее. Так, давайте смотреть. Ну, слушайте, интерьерчик здесь тоже, конечно, соблаговолит. Очень нравится. На пианино можно поиграть? Нет? К сожалению, нельзя. Опять же, куча экранов из второго, третьего Блэк-Опса точно не помню. Нож Боуи за 3000. Это что у нас? HVK-30, некое оружие. Здесь деталей никаких нету. Подожди. О, механ. Здорово. Насколько я помню, если собрать трех механов на этой карте, то будет играть музон из Театра Смерти, первого Блэк-Опса. Так что мы этого делать, естественно, не будем. И здесь у нас в другой части корабля находится, собственно, опять же, несколько перков. Ящик со случайным оружием, который мне сейчас понадобится. И, в принципе, все. Да, отсюда зомби просто наступают на нас. В общем, более-менее внешний вид карты мне нравится. Действительно здорово выглядит. Я даже думаю, боковые проходы вот эти можно не открывать. Давайте выбьем первое оружие, посмотрим, что там выпадет. Слушайте, по деньгам, конечно, просадка. Ё-моё, даже Зевс есть. Но мне выпадает М1927, как обычно, который, по-моему, с истиной можно здесь даже подобрать. Ладно. Следующая задача. Нужно найти, где здесь включается питание. Лестницы здесь не работают, хотя в качестве интерьеров присутствуют. До свидания. И бомба выпала. Здравствуйте. Мы на втором этаже. Все отлично, все превосходно. Мне, опять же, все нравится, конечно, здесь. Мне все нравится вот здесь. Окей, питание подано. Это было очень легко. У меня аж игра маленько подлагнула. Все, теперь все перки доступны. Даже губль гамма, кстати, есть. А давайте получим один из них. Теперь, я думаю, что все 10 перков можно не покупать. Иначе выживание будет, ну, слишком мушистищным. Я вот думаю, надо пройти по основным. Это Джаггер Фанта. Там спидколу я уже видел. И так далее, и тому подобное. Теперь вот это, кстати, не открывается почему-то. Там еще должен быть трюм на этой карте, я точно помню. Лестницы, да, опять же, не работают. И, да, эта комната просто закрыта. То есть, делай, что хочешь. Купить Рагнарёк ДГ-4. Что такое Рагнарёк ДГ-4? Нажмите Q, чтобы использовать особое оружие. А, это типа ульта? Зэм, Кастл, Гравити, Спай, Констракшн. Ааа, это, угу, я понял. На этой карте, в общем, да елки-палки, зачем меня телепортируют? Здесь присутствует система ультимейтов, как в третьем Блэк-Опсе. Но, маленькая такая проблема, почему это все стоит всего лишь 500 внутриигровой валюты? Я считал, что подобная ультимативка, как Грави-Шипе, она должна стоить, ну, косарей 5, наверное, точно. Ладно, окей, расправляемся тогда с остатками. И мы с вами не посмотрели на еще одну вещь. Прошу на второй этаж уже другой части. Кстати, тут деталь какая-то валяется. Детали мы обязательно тут все соберем. Венцо, все такое. И вот тут, если я не ошибаюсь, та самая комната с ключ-картой. Да, так точно. Все, ключ-карта, по идее, мне больше не потребуется покупать патроны за 5000. И вот этот самый телепорт, который нас отправляет на эскейп к вертолету. Но мы на него посмотрим уже потом-потом, когда я накоплю оставшиеся поинты. Кстати, народ, держу в курсе, пока у меня тут небольшая передышка. Если вас интересуют другие зомби-карты серии Call of Duty, не только кастомные, но и официальные, есть плейлист под названием Call of Duty зомби. Он у вас сейчас в подсказке вверху справа на экране будет. Можете его посмотреть, ознакомиться. На этой карте, кстати, немного нарушен канон. Обычно на подобные объекты запрыгивать нельзя. И, естественно, спрыгивать вниз. То есть область, как вы видите, очень огромная. Зомби буквально наступают только с одной стороны. Если тебя зажмут, ты просто спрыгиваешь вниз. Ничего такого здесь нет. Ты даже урон от падения не получаешь. И это бутлегер. Нет, спасибо, бутлегер это, конечно, хорошая штука. Типа Стэна, да? Но это он и есть, по идее. Но... Опа! ГХЗ тип 3. Слушайте, это получается лучемет Raygun 3, что ли? Нифига себе. Ага, то есть смотрите, с одной руки он стреляет лучеметом, с другой руки он стреляет черными дырами, что ли, какими-то. Ну-ка, надо затестить. Ну-ка. Да, это черная дыра. Я так понимаю, мне выпало одно из самых лучших оружий на данный момент. Давайте еще гравиш-шипы сделаем. А, нормально, слушай, они ваншотают на шестой волне. Отличнейшее нововведение, я считаю, на этой карте. Во всяком случае, оно хоть маленько еще разнообразит геймплей. Помимо того, что тебе и так нужно постоянно оружие доставать. Это великолепно. Окей, но остается маленький вопрос. Я до сих пор не нашел Джагерфанту. Я уверен, что я уже пробегал мимо нее. И просто где-то пропустил. Ну да, ладно. Эликсир, гриф за 3000. Вот, этот перк мне поможет. Он вроде как через стены все помещает. Да, так точно. Ладно, повыживаем пока внутри. Губльгам, надеюсь, до сих пор ноль стоит. Можно купить еще одну жвачку, которая, не знаю, хотя бы пассивно на моего персонажа будет действовать. Здравствуй, оружие называется. Она сразу работает. Автоматическая активация при возрождении. Воскрешение с огнестрельным оружием, которое у вас было. О, кстати, это полезная штука. Теперь можно не бояться за это дело. Да что ж такое? Что у меня происходит на экране? Какие-то квадраты, надо тени потом выкрутить на максимум, видимо. А-а-а, Джаггерфанта у нас отдельно, да. Это самый великий перк для режима зомби. Поэтому, да, здесь он находится под еще одной дверью. Окей, бесконечные боезапасы и машину смерти. О, отлично. Теперь выживание пойдет гораздо проще. И цело, кстати, мы с вами посмотрели на карту целиком. Да, она небольшая. И других ответвлений здесь, по идее, уже нет. Вот давай купим. Рич-де-Джаггер-Ноктунайт. Пич-де-Флоппер. Все такое. Стамина. Здесь это вообще ничего не нужно. Окей, я предлагаю заменить Томми-Ган. Он мне уже, в принципе, не нужен. Закупим еще пару перков и будем по-нормальному выживать. О-о-о. Вот это я уже называю хорошее оружие. Все цело, кстати, я так понимаю, за основу убрали именно карту из первого дополнения к третьему Блокопсу, если я не ошибаюсь. Там карта называлась Скайджект. То есть все то же самое. Только сюда уже добавили другие новшества от других мододелов. И, в принципе, саму карту маленько переоборудовали. Жаль, кстати, на карте не присутствует электрокастета. Может, я просто на него внимание обратил. А это что? А, это тот же Гравишип. То есть его можно было купить на одной из сторон, я понял. Окей, покупаем спидколу. А из того, что мне еще потребуется... Надо сейчас подумать. И, кстати, на этой карте зомбаки почему-то очень вяло на меня нападают. То есть, когда падают бонусы по типу остановки времени, это скорее играет тебе маленько в минус. Опять же, не буду покупать лошадиную силу. Думаю, двух оружия мне здесь хватит. Разберемся еще с пив-паф-пивом, с дэдшотом. И, наверное, хватит. Посмотрите на эту зеленую полосу. Сейчас я ее маленько подправлю. Ну-ка. Вот так это делается. А, слушай, так она просто замедляет. Я неправильно понял, как работает этот лучмед. Да, по идее, она только замедляет. А потом ты уже можешь пользоваться вторым оружием. Пив-паф-пиво. Я иду к тебе. Так, сколько оно там стоит? Надеюсь, оно также 2000. Да-да-да, все верно. Мой любимый джингл всех времен народов. Окей. Думаю, мне больше перкцы тут не нужны. Я только что подобрал какой-то бонус. И у меня просто ноль ПТСов стало у главного героя. Отлично. Обожаю Call of Duty зомби. Итак, в принципе, мы с вами уже можем идти на финал. Этот перк я брать не буду. Остальные я посчитал, мне уже будут не нужны. Я предлагаю маленько подербанить волшебный ящик, чтобы из него повыпадало что-то стоящее. Да, попробуем. Если с пяти попыток мне не выпадет что-то интересное, Горгон, этот пулемет, по-моему, то тогда будем уже двигаться к улучшайзеру и к финалу данной карты. Осталось три открытия ящика. Опа-на! Вундерваффе ДГ-2. Опа, ну наконец-то оно мне выпало. Слушай, синанумы мы с тобой не виделись, родная моя. Затестим маленько. Выстрел. Эффект домино. О-о-о-о, да! Вы посмотрите, что творится. Лучшее оружие. Ну, после десницы Зевса, я думаю. И с последним ящиком мне выпадает маленький Арни. Эм, это что-то типа обезьянки, я так понимаю? Привет, маленький Арни. А что ты делаешь, вообще, у меня такой вопрос. Да, о, это, короче, он работает как обезьянка, и при этом он еще крамсает зомби, который к нему подходит. Ася, я подойду. Нет, Арни мне ничего не делает. А куда вся выпивка делась? Я помню, она тут стояла. Вместо этого теперь Нюктаун там висел. Странно. Ладно. Видимо, объекты здесь сами по себе теперь перемещаются в этой карте. Ну что, народ, тогда полетели, проверим улучшайзер на этой карте. Вот, кстати, тот самый вертолет. Только тут нужно успеть будет, да, нажать F, чтобы оно 50 тысяч поинтов мне дало. А, там еще перк Вдовья Вино находилось на острове. Окей. И я, наконец-то, догадался, как до Электровишни дойти, да. Почему-то с первого раза не вспомнил о том, что здесь есть еще одна остановочка. Так, ну давай, улучшим АК-47, который мне дали. Оружие на самом деле очень слабое, но в любом случае лучше уж, чем ничего. И мы получаем Куэрно Дэшиво Альтерао XD. Я не знаю, как это переводится. На стадии монтажа я обязательно это прочитаю. Но вот теперь калаш хотя бы с расцветкой небольшой появился. Это похоже на паладин, кстати, из второго Блэк-Опса. Отличный камуфляж был в свое время. Ну что, последняя остановочка перед концовкой. Давайте улучшим Вундерваффе ДГ-2. Я им, кстати, мало пользуюсь, потому что за него ПТС-сты не дают почти. И на выходе мы получаем Вундерваффе ДГ-3 Джей Зи. Нормально, отличная отсылочка, если я, конечно, правильно понял. Ну и, в принципе, все. Увеличен боезапас. Снова какой-то камуфляж типа паладина. И давай его сразу в деле испытаем. Ну-ка. Неплохо. Но, по-моему, у него даже дальность заряда не увеличилась. Ну, окей. Ладно, еще раз попробуем. Раз. Ладно. Просто посмотрите на этот шедевр. Когда тебе выпадает бесконечный боезапас, и у тебя есть улучшенная К-47, которая вообще не дамажит зомбаков. Вы только посмотрите на эту гигантскую толпу. Офигеть. Я был неправ, когда говорил о том, что боковые проходы здесь не нужно расчищать от завала. Нет, это нужно. Поскольку, если тебя вот так вот зажимают, ты больше не сможешь мансить по-человечески. Так что, да. Ни в коем случае не экономьте в зомби-режиме. Это чревато поражением. Ну что, дамы и господа. Вроде как 50 тысяч поинтов докопил. Наконец-то до 25-й волны. И, полагаю, можно сваливать отсюда. Надеюсь, я успею поражать клавишу F. Ну, да. Я это сделал. Спасибо за игру. Вы выжили. Вы спаслись. Раундов пережито 25. Ну что ж, это было неплохо. Мне действительно понравилось. Но под конец, на самом деле, уже поташнивало маленько от выживания. Что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось данное зомби-выживание. Если это так, то не забывайте ставить видеоролику палец вверх и подписываться на канал, если вы тут впервые. Видеоролики выходят ежедневно. На следующей неделе постараюсь подобрать для вас кастомку еще интереснее. С вами был Спектр. Играйте в хорошие игры. Играйте с хорошими модами. Услышимся с вами завтра. И всем пока.